Это сейчас кот Васька мирно спит, а почти месяц назад он еле ходил и выглядел болезненно. Всё дело было в сломанной лапе. Как рассказывают осуждённые, её перебило дверью, ведь обидеть полосатого друга здесь никто не мог. Лапа у него висит, и он не может на неё ступить, поэтому сразу же отреагировали. И всё, сразу было решено, кто сколько смог, тот столько собрал и сделали операцию. С миру по нитке так и насобирали почти 3000 рублей на операцию коту. Но она оказалась очень сложной, и этого хватило только на дорогостоящий наркоз. Когда ветеринары Первоуральска узнали, откуда привезли животное, денег за работу не взяли. Сейчас у Васьки в бедре металлический штырь, по-другому кость бы не срослась. Ведь, по словам врачей, она была раздроблена. От наркоза кот отошёл быстро. Вниманием он никогда не был обделён, но сейчас заботу получают в сто раз больше. Его все любят, и поэтому ухаживают за ним. Поэтому он у нас любимчик. В любимчиках Вася и потому, что он единственный кот в исправительном учреждении. Котята сюда прибегают часто, ведь рядом частные дома. Но приживаются не все. А этот стал совсем как домашний, чистый и ухоженный. Питание у поселенцев здесь по расписанию. Три раза в день. Но не для Васьки. Он может кушать, когда захочет. Ну и, конечно же, для всеобщего любимца всегда найдётся лакомство. Да, колбаска, конечно. Осуждённые рассказывают, жизнь без кота уже не та. С Васькой и настроение поднимается. Ну, это в своём роде эмоциональная, психологическая разгрузка. Человек по-доброму относится к животному. Кошки снимают стресс какой-то у человека, ещё что-то. То есть, подходит, погладил человек, улыбнулся и становится хорошо человеку. Кроме радости, Васька ещё и пользу приносит. Ловит грызунов, которые поедают запасы продовольствия. А многие и вовсе заметили удивительную примету, связанную с котом. Насколько кому-то нагадит в обувь, значит, скоро уйдёт. Условно, досрочно на свободу. Верить в это или нет, решает каждый для себя. Но, к сожалению или к радости, Васька ведёт себя так крайне редко. Как и полагается умному коту, по своим делам он ходит на улицу. Даже несмотря на то, что ещё хромает. Сейчас кот Васька чувствует себя хорошо, но ему ещё предстоит снятие швов. Несмотря на это, он уже приступил к своим обязанностям. Ловит мишей и радует окружающих своим урчанием. Елизавета Наконечникова, Владимир Махмутов, НТРТВ.